В эфире рейтинг бизнес новостей в сети интернет по версии первого делового. Кипру нужно в срочном порядке найти 75 миллионов евро, чтобы избежать дефолта в апреле. Об этом заявила глава счетной палаты Реа Георгио. По ее словам, в апреле для выплат пенсий и зарплат властям необходимо 160 миллионов евро. 85 миллионов из этой суммы есть в резервах, 75 миллионов нужно найти. Где правительство намерено привлечь эти средства, не сообщается. Кипр должен получить первый транш финансовой помощи Евросоюза только в мае. Средиземноморская республика обратилась за помощью к ЕС, так как ей нужны средства на реструктуризацию финансового сектора. Банки острова пострадали от кризиса в Греции, так как на их балансах находились крупные пакеты греческих гособлигаций. Правительство Италии выплатит 40 миллиардов евро долгов частным компаниям в течение последующих 12 месяцев. Кабмин выдал соответствующий указ. Документ направлен на обеспечение ликвидности компаний, испытывающих финансовые трудности, и на поддержку в преодолении глубокого экономического спада. Как планировалось, решение должно было быть принято еще неделю назад, однако было отложено ввиду неясности того, как будут осуществлены меры. Компании давно сетовали на огромную задолженность государственной администрации Италии, так как столкнулись с жесткими кредитными условиями, выдвинутыми банками. Грядет новый кризис. Германия требует увеличения жесткой экономии от Португалии. Последняя должна выполнить свои обязательства перед международными партнерами и провести программу сокращения госрасходов в соответствии с согласованным ранее планом. Такую позицию высказал министр финансов ФРГ Вольфган Шойбле. Таким образом, он отреагировал на решение Конституционного суда Португалии, согласно которому 4 из 9 мер пакета фискальной консолидации, предусмотренного бюджетом на 2013 год, не соответствуют Конституции страны. Речь идет о шагах, призванных сэкономить около 900 миллионов евро в бюджете на текущий год, которые все 13 судей признали незаконными. По словам Шойбля, правительству Португалии следует отреагировать на это решение Конституционного суда новыми мерами экономии. При этом немецкий министр поддержал попытки правительства страны предпринять шаги в этом направлении. Дефицит внешней торговли в США в феврале неожиданно упал до 43 миллиардов долларов. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения дефицита до 44,6 миллиарда долларов с ранее объявленного январского уровня. Причиной сокращения дефицита в позапрошлом месяце стало в первую очередь ослабление импорта нефти и увеличение американского экспорта. По словам экспертов, мировые рынки держатся хорошо, даже при том, что у Европы сейчас серьезные проблемы с экономикой. Внутренний спрос в США улучшается и это повысит импорт. Газпром получает 600% прибыли от продажи газа Украине. Об этом в эфире программы «Силовое поле» на первом деловом телеканале заявил эксперт по экономическим вопросам Юрий Гаврилевичко. По его словам, себестоимость российского газа сопоставима с себестоимостью добычи газа в Украине, а это приблизительно 60 долларов за 1000 кубометров. Продавая Украине газ по 420-430 долларов, Газпром получает 600% прибыли. Когда говорят, что Газпром что-то потеряет, то имеют в виду, что компания недополучит прибыль. Таким был рейтинг бизнес-новостей в сети интернет по версии первого делового.